Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Подведем итоги недели в ближайшие полчаса. Смотрите в выпуске. Пожар в Рыбновской центральной больнице. О причинах и последствиях возгорания далее. Обновленный мемориал Победы в деревне Орехово Спасского района. На торжествах побывала наша съемочная группа. Главный онколог Московской области приехал в Рязань, что ученый обсудил с врачами в материале Максима Васильева. Начнем с чрезвычайного происшествия. В Рыбном горело здание центральной районной больницы. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного вечером в начале 9-го. Прибывший на вызов боевой расчет установил, что дым идет из подвального помещения. Люди были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений. Пять человек из стационара покинули здание самостоятельно. По результатам разведки было установлено, что загорание произошло в помещении более на площади 4 квадратных метра. В 20 часов 57 минут пожар был локализован и в 21.05 полностью ликвидировано. Погибших, страдавших нет. От системы РСЧС привлекало 41 человек личного состава и 11 днец техники. От системы МЧС 4 днец техники и 21 человек личного состава. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, написал Михаил Ломоносов много столетий назад. Страницы истории нашей страны полны испытаний и подвигов. Одна из таких страниц – Великая Отечественная война, боль которой по сей день не утихла. Мемориальные комплексы, посвященные солдатам той войны, есть практически в каждом населенном пункте нашей страны, даже в маленьких деревнях. Другой вопрос – в каком состоянии они находятся. Наша съемочная группа отправилась в деревню Орехово Спасского района, где такой мемориал обрел новую жизнь. Стелла появилась в Орехово в 70-е годы прошлого века. Все это время местные жители собственными силами, как могли, ухаживали за мемориалом. Но время беспощадно ко всему, и за почти полвека с момента установки прилегающая территория заросла, а сам памятник обветшал. Для того, чтобы привести место в порядок, требовались уже кардинальные меры. Проезжая мимо, один из старших сыновей как-то мне показал, папа, почему у нас такой дом, красивый участок, а памятник как-то в таком запустении. Как раз это было начало весны. Мы крикнули клич селянам, и селяне откликнулись. Пришло ровно столько народу, сколько надо было с косами, с вилами, с граблями. Конечно, к инициативе подключились и местные жители, и местные власти. Общими силами благоустройство завершили ко 2 сентября. Этот день в истории остался днем окончания Второй мировой войны. Наши земляки, как и весь народ, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, все делали для фронта, для победы. Мы все понимаем, что памятники ставят павшим, но они нужны и живым. 300 фамилий, записанных здесь, фамилии героев, родившихся в этих краях, еще будут пополняться. Сегодня здесь указаны имена погибших на войне героев, но к 9 мая в планах нанести на памятник имена тех, кто воевал и вернулся с войны. Так что список, скорее всего, вырастет еще в два раза. К открытию комплекса приурочили выставку «Бессмертный полк Валаама» – частного передвижного музея Ивана Марценюка. Это реальные люди, рисовались они по зарисовкам художника, который сделал в 1774 году. Уникальна она тем, что она посвящена войнам Великой Отечественной войны, которые покалеченные пришли после войны и нашли свой приют в интернатах. И об их жизни, и на лицах как раз мы можем увидеть скорбь, боль. В тот же день в Орехово заложили фундамент нового музейного комплекса. По планам в следующем году он откроется. Сюда переедут музей русских гуслей и музей каллиграфии – частные коллекции Алексея Шабурова. Проект пока в разработке, но он обещает этой маленькой красивой деревеньке новое дыхание и новую жизнь. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Приезд в Светил Российской Академии Наук в Рязань – событие особенное, а уж если это профессор Лядов, то особенное вдвойне. На встрече с рязанскими врачами главный онколог Московской области говорил о реабилитации. Число людей, победивших рак, растет по всей Европе и после комплексной химиотерапии. Им необходимы условия для возвращения к привычной жизни. Тех, кто победил рак, с каждым годом все больше. Причем не только в России, но и по всей Европе. Новые технологии творят чудеса. Но что делать дальше людям, пережившим онкологические заболевания, сегодня мало кто представляет. И в этом кроется опасность. Значительная часть пациентов погибает от осложнений и сопутствующих заболеваний, которые можно было бы выявить ранее. Об этом говорил академик Лядов на встрече с рязанскими врачами. Есть реабилитация во время лечения. Это задача диспансера. Есть отделение, реабилитация, они все это в порядке, лучше ли хорошо оснащенные, но они есть. В то время, пока пациент проходит лечение в диспансере, он все-таки имеет некий шанс получить поддержку и пройти лечение максимально бездолезным для себя, минимально травматичным. Как только пациент уходит из диспансера, а если, к счастью, он даже еще снят с учета, потому что прошло уже два года, три года, для рака молочной жизни пять лет проходит, десять лет проходит, ему куда идти? Его все боятся. В районе поликлиния у вас рак. В основании не никогда. У меня проблемы. Вы с вашей проблемой, вы должны быть счастливы, вас от рака спасли. Вы чего к нам представите свою проблему? Понятие качества жизни в реабилитации онкобольных сегодня ключевое. Уже доказано, что ни физиотерапия, ни массаж на развитие опухолей не влияют. А значит, смело можно ходить в баню, ездить на море. В Рязанском Минздраве это тоже понимают. Все понимают, что проведение химиотерапии, лучевой терапии или просто даже операции у онкологических больных, это тяжелые операции, которые постепенно могут приводить к инвалидизации пациента. Поэтому определенный большой полумероприятий, это именно их социализация, то есть возвращение к нормальной жизни. Опыт активного применения методик по реабилитации пациентов не так велик. Но интерес к этой теме растет с каждым годом. Регионы активно принимают передовой опыт. Приезд Академика Лядова в Рязань – добрый знак тому, что уже скоро возможность широкого доступа к восстановительной терапии нужно ждать и в Рязани. Пока что постболезненная реабилитация – лишь часть основного комплекса лечения. Качество жизни – это комплексное понятие, включающее в себя социальную реабилитацию, психологическую реабилитацию, трудовую реабилитацию обязательно, ну и естественно реабилитацию функции медицинской, функции организма, которые могут быть утеряны в результате вмешательства и так далее. Вот. Поэтому сейчас и наш диспансер тут не является исключением. Огромное значение уделяется этой проблеме. Разрабатываются органно-сберегающие операции, которые позволяют излечивать больных без того огромного объема удаляемых тканей, органов и так далее. Так называемая органно-сберегающая операция. Будущее в области реабилитации за специализированными реабилитационными центрами для переболевших раком. Их появление в регионах России – дело ближайшего будущего, считает академик Константин Лядов. По его словам, задача таких центров – обеспечить комплексный подход к восстановлению, привлекая для этого кардиологов, эндокринологов, неврологов, психологов, диетологов, физиотерапевтов. Ведь только так можно учесть все особенности организма, пострадавшего после лечения, и разработать оптимальную схему восстановления. Онкопациенты имеют полное право на полноценную жизнь, и оно должно быть реализовано. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На улице Каширина у выезда из центра Рязани в сторону северной окружной дороги полностью открыли для движения мост через Трубеж. Вначале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты, на прежних опорах фактически создали новую дорогу. Окончание этого ремонта ждали без преувеличения все рязанцы. Мост через реку Трубеж опорный. Здесь основная автомобильная артерия по направлению Конищево. Движение открыли на два месяца раньше срока. В прошлом году Минтранс Рязанской области по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» субсидировал Рязанскую администрацию более чем на 68 миллионов рублей. Успели досрочно, зная, что проблемная точка для автомобилистов. За время ремонта на мосту укрепили опоры, уложили новое асфальтовое покрытие, перенесли столбы электропередач. По словам главы региона Николая Любимова, мост через реку Трубеж фактически родился заново. Проект будет, конечно, продолжаться. Президент соответствующие поручения дал. Мы будем на следующий год тоже рассчитывать крупные ремонты. Планы будут тоже до людей доведены обязательно. Ну и рассчитываем на то, что люди будут по-прежнему голосовать за те улицы, которые должны быть сделаны в первую очередь. Писать о том, где еще наблюдаются какие-то реально вновь появившиеся выбоины, трещины, ямы и так далее. Мы постараемся оперативнее реагировать в этом году особенно и в следующем на такие вопросы людей. Впереди улучшение подмостового пространства, нанесение разметки и включение света, а также возведение ограждений. На это у подрядчика времени достаточно. Срок окончания работ 1 ноября. Губернатор отметил, что ремонт объекта был сложным. Он в эксплуатации уже более 60 лет. Но после такой масштабной реконструкции пробок теперь здесь не должно быть. Для того, чтобы безопасно эксплуатировать этот объект, необходимо было произвести капитальный ремонт объекта и частично его реконструкцию. За несколько лет до ремонта, вы, наверное, знаете, там был провал на пешеходной зоне с той стороны. И эти балки, они уже потеряли свою несущую способность. И образовывались ямы, дыры, которые разрушали все сооружение полностью и представляли опасность для пешеходов и для водителей города Рязани. На объекте расширили дорогу. Сейчас движение открыто в обе стороны. В направлении Борок оставили две полосы, а в центр Рязани будет вести три. Это позволит увеличить поток и снимет напряжение на трассе. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 сентября на территории Российской Федерации начала действовать программа «Пушкинская карта». Она предназначена для посещения музеев, выставок, театров и библиотек. До конца 2021 года номинал карты составит 3000 рублей, а уже в 2022 году 5000 рублей. Проект «Пушкинская карта» стартовал в России с 1 сентября. Теперь любой школьник или студент в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность посещать театры и музеи за счет государства. Номинал такой карты – 3000 рублей. Пополнять ее государство будет каждый год. Как пояснил министр культуры Рязанской области Виталий Попов, пока что цирки и кинотеатры не входят в этот проект. Зато карта будет действовать не только дома, но и в других регионах. Молодые люди могут выбрать для себя события в любой точке нашей страны. Главное, чтобы учреждение было участником программы. В Рязанской области на первом этапе к программе «Пушкинская карта» подключились 8 учреждений. Это наши 4 государственных театра. Театр драмы, театр кукол, театр юного зрителя, музыкальный театр. Это областная филармония. Это наши музеи, художественный музей Мини, Пожалуйста, и музей заповедник Сергея Александровича Есенина, и муниципальный культурный центр города Рязани. Функциональность карты будет ограничена исключительно сферой культуры. То есть расплатиться ею, например, в продуктовом магазине, понятное дело, не получится. Как и самостоятельно управлять счетом, снимать наличные и пополнять. По словам Виталия Попова, нынешние 3000 на культурное обогащение будут доступны до конца 2021 года. У тех, кто их не потратит, сумма, что называется, сгорит. Но уже со следующего года карта пополнится снова на 5000 рублей. Эти деньги можно будет использовать на протяжении всего года. В рязанских учреждениях культуры к проекту «Пушкинская карта», кстати, готовится основательно. Тщательно выбирают репертуар, чтобы порадовать зрителя. Так как театр начинает, в принципе, работать примерно с октября, но у нас мероприятия уже идут в сентябре, я скажу об афише на сентябрь. Два мероприятия в сентябре у нас входят в программу «Пушкинская карта». Это прям буквально 8 сентября на нашей сцене будет гастролировать со спектаклем «Юконский ворум» «Пензенский тюз». Мы приглашаем наших юных зрителей и не очень юных зрителей, да и молодежь на этот спектакль. И господа Головлёва 24 сентября, тоже спектакль попал в программу «Пушкинская карта», то есть вот на сентябрь такая афиша. Стать участником программы просто. Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить себе на телефон приложение «Госуслуги.культура», которое уже доступно для скачивания на всех маркетплейсах. И там оформить виртуальную карту. Также «Пушкинскую карту» можно оформить через деление почтабанка. Важно! Карта оформляется только тем гражданам, кому уже есть 14 лет и еще нет 22. Все билеты именные, так что передать или перепродать их не получится. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Армейские международные игры в самом разгаре. За первую соревновательную неделю в семи конкурсах было установлено более 20 мировых рекордов. Большинство из них, 13, принадлежат российской команде. Еще 8 – представителям КНР и Республики Узбекистан. В Рязани российские десантники тоже на первых ролях. Они первыми пришли в гонки патрулей и лидировали в этапах конкурса «Тактический стрелок». Команда готова! Готова! Внимание! Дорожье! Упражнение «Дуэль» – заключительный этап конкурса «Тактический стрелок». Здесь уже важны индивидуальные скиллы каждого бойца. Время и точность – главная определяющая успеха. Все условия приближены к боевым. Поэтому для каждого стрелка это не тренировка, а по сути битва за выживание. Армейская тактическая стрельба является составной частью огневой подготовки и тактической подготовки. Здесь все учитывается, все идет синхронизировано. И, естественно, действия на поле боя, они несут за собой соответствующую цель. Цель – достижение победы. При этом нужно остаться живым. По итогам соревнований в международном конкурсе «Тактический стрелок» команда России одержала уверенную победу. Второе место заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики, третье – бойцы Казахстана. Но это только на первый взгляд кажется, будто наши парни выиграли легко. На самом деле уровень стрелков из других стран был серьезным. Очень импонирует, что многие страны подготовились. Хочу отметить и Казахстан, и Китай, и Вьетнам с точки зрения подготовки. Поэтому они тоже создают такую хорошую конкуренцию и дают нам символ для дальнейшей подготовки. Да, мы пока идем впереди. Уверенность есть в этом. Но вместе с тем мы знаем, что нам дышит, как говорится, затылок. Не с точки зрения погони, а с точки зрения, что мы друг друга учимся и берем хорошие. И результат, он будет хороший. Свои образцы для подражания были и на «Авиадарте». Российские летчики выиграли 5 из 7 номинаций. В общекомандном зачете мы первые. Ну вот в двух остальных конкурсах первенства истребителей и военно-транспортной авиации лидировали наши восточные партнеры. Новинки китайского военпрома все-таки показали себя с лучшей стороны. Г-10 и Ян-9 вывели КНР на второе место. Третья республика Беларусь. Ну и здесь парни старались, собрав серебро практически во всех номинациях. Церемония закрытия конкурса и награждения победителей пройдет на аэродроме Дягилева 4 сентября. Кубок конкурса «Авиадартс» вручат капитану команды, победившей в соревнованиях. Мы с вами уже знаем, какой. Максим Васильев, телекомпания «Город». Дело об убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой передано в суд. Главный обвиняемый ее 38-летний муж. Напомним, в середине января этого года в квартире на улице Гоголя в Рязани было обнаружено тело журналистки с множественными ножевыми ранениями. Спустя несколько дней ее супруг написал явку с повинной. Трагедия на улице Гоголя разыгралась вечером 15 января. Супруги Шеплякова к этому моменту уже не жили вместе, но вопрос, с кем останутся дети после развода, по-прежнему стоял на повестке особняком. Выяснение отношений, взаимные упреки и трагическая развязка. Ревность и обида, по мнению следствия, основные мотивы жестокого убийства. В ходе данного скандала он попросил детей выйти на улицу, пояснив им, что сейчас они поедут кататься на горках. Осталось вдвоем с супругой, где у них начался конфликт на почве дальнейшего ракоразводного процесса и определение места жительства в дальнейшем детей. В ходе этого конфликта произошла вот эта ссора у них, в связи с чем он увидел нож, лежащий на столе в комнате, взял данный нож и стал наносить ей удары этим ножом. Ударов нанес более 30 в жизневажные органы, верхняя часть туловища, конечности, в связи с чем через непродолжительное время она скончалась на месте совершения преступления. Тело Жанны Шепляковой обнаружили вызванной на скандал полицейские, взломав дверь. Ее новый молодой человек, в этот момент у них ощущалась переписка. В начале 9 вечера, то есть в 21 где-то 05, погибший написал ему, чтобы он вызвал сотрудников полиции. Он вызвал сотрудников полиции, но когда сотрудники полиции приехали, дверь была закрыта. То есть он уже скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вверху, там в двери, дверь немного была отогнута, увидели через данный проем, что там горит свет и лежит тело. Сразу после убийства обвиняемый вместе с детьми выехал в Тверскую область. К своим родителям. А сам по приезду пошел в полицию, написал явку с повинной, но при проведении судебно-психологической экспертизы уточнил, что был в состоянии аффекта. Дескать, ничего не помню. Рязанские следователи в этом усомнились. Имелись основания у нас, поскольку были иные показания, что давал нам основания для проведения повторной экспертизы, уже стационарной. Данная экспертиза была назначена в институте имени Сербского. После ее проведения было установлено, что, согласно выводам эксперта, что он осознавал, что совершал преступление в состоянии так называемого аффекта, не находился. В связи с чем было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину признал. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Может и меньше, если суд учтет явку с повинной. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». RZN Power Weekend, силовой экстрим, пауэрлифтинг и мировые рекорды. Спортивное шоу в Барковских полях завершилось турниром по панкратиону, который организовали бойцы известного рязанского клуба смешанных единоборств арта. Отличительная особенность турнира – пять из шести боев завершились досрочно. Этот бой длился всего 25 секунд. Илья Иманов из клуба «Арта» против Бахадирова-Храмова из Московской области. Настрой рязанца очевиден был невооруженным взглядом. Он вышел побеждать. Вчера с товарищем ездили в лесопарк и нарабатывали именно это движение «Фронткик» с разножки. И представлял в голове, что сразу поймаю гильотину. И вот, честно говоря, думал, что он именно у себя от него постучит. Так и случилось. Вот прям, ну реально, какой план был, так он и сработал. Ты анализировал соперника? Нет, я просто у соперника не было никаких боев, не видел, ничего не находил. Просто в голове возник план сделать какой-то красивый момент для зрителей, так сказать. И у меня, думаю, получилось это. Своей молниеносной победой Илья Иманов задал вектор для всего последующего турнира. Следующие бои совершались только досрочно. О подсчете очков речи не шло. Побеждали исключительно болевым или удушающим приемом. Примечательно, что один из боев был под угрозой срыва. В день турнира соперник Дмитрия Минаева из Рязани отказался от участия. И всего за несколько часов до начала мероприятия бой был спасен. Откликнулся претендент, давно не практиковавший бои. Впрочем, картины он не испортил. И все-таки настоящий накал страстей богатыри оставили на финал. Весовая категория 84 килограмма. Спиркин Илья Рязань и его противник Антон Лехмус из Пензы. Несмотря на, казалось бы, явное техническое превосходство рязанцев в течение двух раундов, победу одержал представитель Пензы, который чувствовал себя спокойнее. И просто ждал своего шанса. Все хорошо, мне понравилось. Соперник сильный. Стойки порубились. Классно, мне кажется. Вот, чуть не вырубил меня в первом раунде. Представляете? Преимущество действительно было на стороне рязанского спортсмена. Что пошло не так, рассказал он сам, уже после боя. Ошибки были, все озвучены уже моими тренерами, мне в углу, моими товарищами. Не было серийной работы. Очень летел, хотел нанести более ущербные удары. Вот, поэтому, скажем так, бензин сел и вот что получилось. Десятый по счету турнир, организованный клубом «Арта», часть масштабного двухдневного фестиваля по силовому экстременту. Риму «Эрзен Пауэр Уикенд». Силачи и жимовики ставили мировые рекорды, а вел мероприятие известный блогер, некогда главный стронгмен России Михаил Кокляев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова